Бобруйск празднует Масленицу, а значит городской парк культуры и отдыха гостеприимно распахнул свои ворота для всех желающих. В честь праздника работают даже аттракционы. Эти народные гуляния стали проводами зимы перед Великим Постом, который начался уже сегодня. На праздники бобруйчан ждали развлечения и спортивные соревнования, концерты, ярмарка, детские забавы и эстафеты для семей. Среди всего прочего город мастеров и точки общепита с шашлыками. И, конечно, самым главным символом Масленицы – блинами с самыми разными начинками. С ветчиной и сыром, с повидлом и со сгущенкой – такой ассортимент пришелся по вкусу даже самым изысканным гурманам. Впрочем, как и сама праздничная программа. Нам понравилось, вот тут рукоделия всякие, хлебнички, такие картины с ленточек, такие красивые. В общем, понравилось. Животные понравились, которые выставили дети. Нам нравится. Канад тянули. Было очень интересно, нам понравилось. Ходили. Там еще вот эти фишечки, которые тоже проходили эстафету. Посмотрели. Блины мы еще не ели, но хотим попробовать. Поводом показать богатырскую силу стал столб с подарками и главным трофеем – петухом. Добраться до самой вершины оказалось под силу далеко не всем смельчакам. Под наблюдать за состязанием собралась целая толпа зрителей. Особо порадовали маленьких гостей праздника – аттракционы. Супер, классно, только холодно. А так здорово. И петух, и качели вообще классно. Спасибо, классно сделали, молодцы. Мы на празднике, если честно, первый раз. Вот выбрались, потому что, ну, работала постоянно в эти дни. Очень нравится. Очень нравится. Ребенку очень нравится. Особенно петуха снимали. Для нас это как бы как новинку. Кульминацией праздника стало огненное шоу и сжигание соломенного чучела зимы. Огромную конструкцию высотой около 6 метров подожгли сразу с нескольких сторон. Языки пламени поднялись высоко над толпой зрителей. Так Бобруйск простился с зимой. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.